Добрый вечер! На телеканале ЖТСУ программа «Диалог». 25 лет назад в Казахстане была создана ассамблея. Ее считают достойным социальным институтом, в котором развиваются все виды культур, языков и традиций. И сегодня у нас в гостях человек, который стоял на истоке создания этого института. Хочу представить вас, Георгий Константинович Ярдонидий, президент Ассоциации греков Казахстана. Добрый вечер! Добрый вечер! Хочу напомнить нашим телезрителям, мы в прямом эфире. Если у вас будут вопросы нашему гостю, можете позвонить по телефону 410109, код города 87282. Вот как это все происходило, как создавалась ассамблея? Расскажите, пожалуйста. Вы все знают, что ассамблея была создана 1 марта 1995 года. Она не могла быть не созданной. Почему? Потому что Казахстан многонациональная страна. Люди сюда приехали осваивать целинные и залежные земли. Строили институт ядерной физики. Ну и многие попали сюда во времена репрессий. Вот я как раз внук тех, кто были высланы сюда из Кубани, репрессированные. Поэтому то село... Но вы родились в Казахстане. Да, я родился в Толгарском районе, село Панфилово. Село, которое выращивало все время табак. Даже для фронта табак выращивало. Я хочу сказать, что наше село было многонациональное. В то время в селе жили 32 национальности. И оно таким же многонациональным осталось и сегодня. Сейчас в этом селе Панфилово проживают 28 национальностей. В этом селе с детства я видел дружбу между людьми. Соседи помогали друг другу. Очень яркие впечатления у меня были в 6-7 лет, когда люди начали строить дома из бараков, переходили в свои дома. Никто ни у кого не спрашивал, нужна ли помощь или нет. Если видели, что человек подготовил заливать фундамент, люди приходили, помогали. И вот это емкое слово «асар» в то время было в натуральную величину. Что такое помощь друг другу. Поэтому, когда Советский Союз развалился, было ясно, что в тех республиках, где многоконфессионально живут люди и многонационально, нужно было, чтобы это как-то сохранить. И, в принципе, еще в 89-м году нам разрешили показывать свою культуру. И я думаю, что ассамблея, она должна была родиться. Весь вопрос в том, что создание ассамблеи, это еще у каждого гражданина Казахстана появилась степень свободы. Несколько степеней свободы, которые называются культурой, ремесла, кухня даже. Я хочу сказать, что в Казахстане каждый народ, который попал на эту благословенную землю, он показывал, что он выращивал у себя в далекой Кубани. Оказывается, здесь и перец у нас растет болгарский, и баклажаны. То есть, вот это все, оно создавало необходимость создания какого-то органа, именно добровольного органа, который будет поддерживать. И эта поддержка должна показать, что все равны перед законом. Вот я думаю, что ассамблея, она ведь создавала сначала был съезд народов Казахстана, или курултай народов Казахстана. А потом только было решено создать эту ассамблею. Ну, вы на всех съездах, на всех сессиях ассамблеи участвовали с первых дней создания. И вот как этот орган развивается? В этом плане я оказался как бы счастливчиком. Вы даже выступали на одной сессии. На 12-й сессии в 2006 году я выступал перед высоким собранием, перед нашим Елбасы. Значит, хочу сказать, что все сессии, они всегда намечают какую-то программу на ближайший год. И сами программы, они появляются именно из того, что необходимо в развитии межнационального согласия в данный момент в нашей стране. Ну, чтобы было понятно, ведь не сразу создалась вот такая ассамблея, такая вот, какая у нас сейчас. Значит, вначале создавались, вот если я возьму свое греческое общество, вначале у нас общества создавались в поселках, где живет много греков. Нас же мало в Казахстане. В то время было у нас тысяч 40 примерно. Это очень мало для такой огромной территории. И поэтому мы сначала создавали общество, которое нам необходимо было. Вот в том же селе в моем жило около 9 тысяч греков, было создано общество греков. Мы сразу же, буквально в первые годы, показали культуру. У нас появился танцевальный ансамбль. Люди просто, они уже сами все это делали. Потому что им необходим вот этот дух его культуры. Дух для греков, дух греческой культуры. А ассамблея, всю эту вот радостью всех этносов, она создала для них вот этот институт, который называли Ассамблея народа Казахстана. Вот я хочу еще в названии, очень важный момент. Многие сейчас говорят, что Ассамблея народов Казахстана. Нет, вначале она называлась Ассамблея народов Казахстана. Но потом, спустя 10 лет, в Конституции у нас написано, мы народ Казахстана. И в принципе, это название все поддержали, что да, мы народ Казахстана. Единое небо, единая земля. Мы граждане этой страны. Поэтому американцы, вот для того, чтобы сказать, мы американцы, они шли очень длительный период у них. Я думаю, что больше ста лет они шли, чтобы, прежде чем сказать, мы американцы. Америка же тоже многонациональная страна. Какую роль сегодня занимает Ассамблея? Какие развития получила Ассамблея на сегодняшний день? Ну, вы знаете, если в начале создания Ассамблеи стоял вопрос именно создания атмосферы межкультурного общения, создания атмосферы толерантности, то есть уважительного отношения к религии, к культуре, то сейчас Ассамблея, у нее очень много функций. Значит, вы знаете, что у нас есть и сектор медиации, который занимается именно вопросами согласия между членами общества. У нас есть совет старейшин, а в Казахстане всегда аксакалы, они как бы правили, ну, политикой, да, внутри своего села, то есть они решали, строить ли мечети. Тех словам прислушивались. Да, конечно, конечно. Вот, и Ассамблея это не отвергла, она все осталась внутри Ассамблеи. Появился совет матерей. Это, опять же, мать имеет право на серьезные, как бы, предложения и на серьезные решения серьезных вопросов. Потому что мы их не забываем, что все-таки основа любого государства – это семья. Только, если семья дружная, то это уже гарантия, что государство тоже будет видеть семьи. Казахстан – это большая, огромная семья. Да, мы все разные, но мы должны подчиняться одним законам и делать все для того, чтобы наша страна, Казахстан, процветала. У всех одна цель. Мы как одна семья, как вы сами говорите. Поэтому сегодня уже складывается другое мнение в обществе. Возможно, считают они, может, Ассамблея уже не нужна, поскольку мы одна семья. Зачем мы будем делить, например, греков отдельно, ну, разные национальности. Когда мы одна семья, зачем нужен нам этот орган? Как вы думаете? Нет, я сразу хочу сказать, что Ассамблея, она сближает этносы. То есть, это не означает, что мы исчерпали вот это взаимодействие между собой. Я просто всегда привожу пример. Наш новогодний стол, я всегда привожу, потому что многие не понимают, что такое проникновение культуры. Вот ярким примером является наш новогодний стол. Ведь кухня – это тоже элемент культуры народа, понимаете? Одни употребляют в пищу одних животных, других. Для других – это запрет, табу, понимаете? Но наш новогодний стол – это долма, на нее претендует очень много кавказских народов. Бешпармак, плов, на него тоже много народов. Поэтому наш новогодний стол – это яркое, как бы, визуальное, то есть, которое можно пощупать, проникновение культур в сегменте кухни. Просто я могу вам привести один пример. Например, мы очень давно уже проводим мероприятие, которое называется «Мы казахстанцы». И вначале, я вообще, с начала работы, общественной работы, я всегда был против, чтобы один народ, например, показывал только свою культуру в деревне. И мы назвали наш праздник «Мы казахстанцы». Мы его проводим уже более 20 лет. Вначале мы встречались 10-15 этносов, и были соревнования. Кухня, поделки, спорт проводили, соревнования. А потом накрывали общий дестархан, и все нормально. Но это немножко сложновато было, потому что в одно время все собрались. И мы вот этот смысл этого мероприятия перенесли на школу, 17-ю школу Толгарского района. Там очень хороший директор школы, любит детей, Тифан Цинина, Наталья Алексеевна. И мы решили для детей со 2-го по 3-го класса сделать, чтобы они показывали «Мы казахстанцы». То есть каждый класс выставлял команду из пяти человек, и они представляли этнос, культуру, кухню. И потом через 3 года, представляете, родители говорят, а чем мой ребенок хуже? И мы уже пятый год проводим это мероприятие, командой является весь класс. А теперь на мгновение представьте, вот таких классов, комплектов, 19-20, 20 умножить на 20, даже учащихся. Это 400 детей, представляете, 20. Это впечатляет очень. Эффект колоссальный для воспитания и образования. Потому что дети настолько за 3 года сближаются, за 3 года они показывают культуру трех этносов. Раз. Потому что они команда. Вы знаете, что это такая команда в школе. И да, это дорогого стоит. И здесь тоже чувствуется вот именно роль ассамблеи. Да. Получается, в игровой форме, в виде мероприятия такого концертно-музыкального, люди общаются не только между собой, но и с культурами этих народов. Я думаю, что куда уж как бы ярче. Детей мы должны воспитывать уважение друг к другу с малых лет. Потому что не зря у нас были в советское время октябрятские организации, пионерские, комсомольские. И я помню, когда меня наказали, я был пионером за одну провинность. Мне галстук на неделю, мне галстук лежит. Это была трагедия. И вы считаете, что ассамблея сегодня выполняет... Она дала решать более серьезные задачи. То есть, вот одно время было такое, вот как бы карнавал мы все время проводим. Извините, нет. Это неправильно. Именно эти мероприятия сближают людей, понимаете? А мы выполняем то, что мы хотим видеть в своих детях. Например, я как грек, я прикладываю все усилия и мои все председатели, чтобы греческий язык преподавался, как в виде воскресной. А там дети разных народов же учатся. Вот у меня, когда проводится греческий язык, вот в этом поселке Панфилов, там минимум 7 национальностей детей ходят. Почему? Потому что многие из них хотят участвовать в кукольном театре, который там есть. А там все мероприятия проводятся, сказки на греческом языке, понимаете? И это надо видеть просто, понимаете? Когда показывают волк и семеро козлят. Волк однажды был, телевидение приехало, парень играл, такой колоритный четвероклассник, играл волка. Он по национальности коза был. И вот в спектакле дети разных национальностей, понимаете? Произношение. Ну, то есть в игровой форме дети приобщаются к культурам народа, которые живут рядом с ним, понимаете? Понимаете, есть такая фраза, я понимаю. Есть такая фраза, не бывает плохих народов, бывают плохие люди. Вот надо просто вовремя выявить тех людей, которые приводят к таким негативным последствиям. Это мое кредо. Все, о чем я сейчас говорю, это как бы я через это прошел, я впитал это. Я говорю то, как я мыслю. Руководья в 25 лет, если брать 89-30 лет, обществом. Ну, знаете, не все так относятся эмоционально ко всему этому. Потому что я со школы был очень активным в общественном. Я был диктором в школьном радиостанции, в университете, когда я учился, был представителем самоуправления факультета. Это все накладывает, понимаете? Люди, которые занимаются общественной работой, они в какой-то мере меценаты, понимаете? Они многое делают ради тех, кто их окружает. Это опять же вот я так думаю. Смотрите, в одном из интервью вы, оказывается, говорили, вот осваивая новые места обитания греки, старались быстрее адаптироваться к несвойственным для них климатическим условиям, очень жаркому лету и суровой зиме. В те тяжелые годы огромную помощь грекам оказали казахи. И вряд ли сегодня найдется хоть один грек, житель Казахстана, который не испытал бы на себе эту помощь и гостеприимство. Греки всегда будут об этом помнить. Помнят? Да, конечно. Я вам приведу пример. Как-то я был в Греции, и все, кто наши уехали туда, они все также на одной территории живут. Шимкенцы в основном в Афинах, наши джетусуйские греки, они в основном в Салониках, они там фермерами работают. И вот был разговор, ну сидим мы, о жизни говорим. И они говорят, а давайте мы здесь наурыс проведем. И представляете, народ помнит, не только старики, а и дети помнят этот праздник. И я думаю, что он будет проведен. Не на всей территории Греции, но в отдельном каком-то селе это будет проведено. Понимаете, ведь очень много разных национальностей уехали. Немцы, у меня сын живет в Германии, я вижу, да, что они скучают. Там совсем другая ментальность, другое отношение людей к друг другу. Понимаете, там каждый сам за себя. А у нас раньше такого не было. Если у соседа горит, то все стараются ему помочь. Но, к сожалению, все в жизни течет, все меняется и не всегда в лучшую сторону. Бывают и негативные отношения. Да, конечно. Вы уже сами говорили, что были активным студентом, активным учеником и так далее. Вы как-то даже возглавляли делегацию на открытии Миллениума и в Олимпиаде. Расскажите немного. Ну, я участвовал в трех больших проектах. Один проект был, это 250 лет присоединения Казахстана к России. Я тогда был замдекана физического факультета по работе со студентами. И мы готовились к приезду Брежнева и на Медеу. Три месяца эти репетиции шли. И студенты, 800 человек давно было участвовать. У них картина называлась «Целина». Девочки изображали колосси, мальчики – комбайны. Второе мероприятие, которое, я считаю, было своевременно и дало большой авторитет нашей республике – это презентация Казахстана на Олимпиаде в Атланте. Настолько у нас команда болельщиков была мощна. И она была подготовлена. В каждый поток было примерно 6 автобусов. Ну, представляете, примерно 200 человек. И на спине у каждого было написано «Казахстан», майки. И мы даже сделали небольшой музей Казахстана в Атланте. И тогда казахстанская делегация выступила очень достойно. Впервые под своим флагом завоевано было 11 медалей. И после этого, я думаю, вот такой подход. Многие, там же на Олимпиаду слетаются со всего мира, они видели, что вот это казахстанцы болельщики были, очень сильно болели мы за наших. Три медали золотых было выиграно, четыре серебряных, три брода, всего было 11 медалей. Я помню, когда Мельниченко выиграл золотую медаль на второй день или на третий день Олимпиады, там, где жили наши туристы, там такой праздник был. Было видно, все мы разные, но мы представляем эту страну. Но Миллениум это особое мероприятие было, это смены тысячелетия. И я думаю, что в Казахстане мы провели его тоже очень хорошо, хотя были трудности, здание было в последний момент. Но вот там видно, что если люди дружны, они могут сделать все, что угодно, даже то, что не укладывается в голове, что это возможно сделать за такой короткий срок. Теперь скажите, пожалуйста, как вы относитесь к государственному языку, казахскому? Есть вот именно в том селе, где вы родились, где проживает большинство греков, говорят ли они на казахском языке? Знаете, многие греки знают турецкий язык, потому что 500 лет, как бы это все. И мы изначально, как бы казахский, тюркский язык было понятным. Но я начну о отношении, моего отношения к казахским языкам. Значит, в то время, когда было решено открыть новые точки, где будет изучаться казахский язык, я с самого начала сказал, а зачем эти точки открывать? У нас есть очень хороший опыт вечерней школы. В школах есть и учителя, есть и помещения, и школы приближены к тем, кому нужен этот язык. Ну, пошли по другому пути, ну, это как бы решение государства. Но первое бесплатное центре триязычия был создан в Доме дружбы города Алматы. В то время у нас был центр, обучающий центр, израильский, для детей от 5 до 12 лет. И мы одни из первых открыли центр триязычия. Преподаватели, двое очень высокопрофессиональных преподавателей, нас поддержал, в то время он был министром. Мы создали первую ступень изучения казахского языка, вот эти две преподавательницы. Создали словарь на 5 тысяч слов, часто употребляемые. И создали для туристов как бы 500 словосочетаний. Знаете, когда книги были эти выпущены, они разлетелись очень быстро. Но это был заказ государства. Хочу сказать, что в то время на русский язык ходили аралманы, потому что они изучали русский язык. Потом, даже когда мы во время ремонта переселились в Схи, там студенты ходили, изучали. На казахский язык ходило, ну, примерно одинаково, по 50, по 2, 3 класса. Ну, и английский учили в основном дети. Самое главное, что изучение казахского языка и русского языка, они были бесплатны. А еврейская программа изучения языка. Мы хотели воспользоваться их подходами, потому что в виде игры все это учат дети. Понимаете? Но, к сожалению, у нас взаимодействие с этой компанией как бы прекратилось. Начался ремонт Дома Дружбы. Это как бы никому... Хотя у них вот методы подхода были очень хорошие. Дети могли самостоятельно. Мы могли с ними договориться, картинки поменять. Вместо их там городов, там гор. Все сделать наше, казахстанское. У нас здесь красоты есть. Очень красоты на мировом уровне. Есть, но, к сожалению, вот это не получилось. Но я думаю, что сейчас уже созданы программы. Я слежу за этими программами. Очень много программ. Но, видите, вот у меня, как у педагога, такое вот ощущение. Я просто хочу сразу как бы коснуться школы. Ведь все-таки надо учебники, чтобы писали не академики, а писали хорошие учителя школ. Понимаете? Они знают... В обучении очень важен подход к ребенку. Методы обучения. Не зря у нас было в каждой области, педагогический институт был, и они, самое главное, проходили огромное количество часов практики. Сейчас педагоги практические практики не проходят. Они лучше знают? Как? Я не знаю, как, но я из своего опыта. Значит, нужно все-таки в школе педагог должен знать, как это. Где-то он должен пройти первоначальные... Эти ваши предложения где-нибудь... Да, я печатал, у меня очень много статей. Отправляли. Знаете, еще вот... Нужные инстанции. Раз у нас такой пошел как бы семейный разговор со зрителями, вот здесь у нас в студии. Я хочу сказать, есть одно упущение, которое касается трудового воспитания детей. То есть, вот сейчас я даже по своим внукам смотрю, они труд своих родителей, даже дедушки с бабушкой, не очень ценят. Мы в деревне, мы начинали работать. Ну, как ходить научился, все, уже какие-то задания в игровой форме, в огороде там что-то, вы, мы работали, понимаете? А табак мы, дети, начинали не знать с 6-7 лет, потому что мы репрессированы, в садик нас не брали. Но сегодня это считают незаконным. Ну, к сожалению... Это детский... Нет, к сожалению, это вопрос не наш. К сожалению, вот, к сожалению, время... Но все понимают, что нужно трудовое воспитание. Время исчерпано. Я вас благодарю, и наша съемочная группа тоже благодарит вас за то, что нашли время, и пришли, и рассказали о себе личном, и об ассамблее. С наступающим праздником! Огромное вам спасибо! 25-летие ассамблеи! Спасибо, что смотрели, дорогие телезрители! Это был диалог, до свидания, встретимся через неделю. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok